В России пик эпидемии гриппа и ОРВИ пройден в 18 крупных городах. Тех, которые раньше лидировали в списках по числу заболевших, там все уже в пределах сезонной нормы. А в Европе разгорается крупный скандал. Сговор фармацевтов, о котором заговорили еще в первые дни распространения по планете свиного гриппа, похоже подтверждается часть экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая и объявила пандемию, получала деньги от лекарственных концернов. Дмитрий Седов с подробностями. А в Европе тем временем разразился громкий скандал. Датские журналисты выяснили, что эксперты Всемирной организации здравоохранения получали деньги от фармацевтических гигантов. Тех самых, которые из-за возникшей по всему миру паники получили баснословную прибыль от противовирусных препаратов. По некоторым данным она может составить как минимум 7 миллиардов долларов. Новый вирус гриппа породил новый вид аферы, утверждает датская пресса. Ибо именно под давлением таких проплаченных специалистов и была объявлена пандемия гриппа. Группу экспертов ВОЗ возглавляет прозванный в прессе доктором Флю голландский врач Альберт Остенхаус. Мы точно знаем, что представители фармацевтических компаний постоянные гости на заседаниях ВОЗ. Кроме того, привлекаемые организации ученые, которые по идее должны быть независимыми, совмещают работу ВОЗ с службой в фармацевтических компаниях. Деятельность Остенхауса теперь расследует специальная комиссия правительства Голландии. Кстати, британские медики, как сообщает Daily Telegraph, пришли к выводу, что каждый пятый ребенок в стране переболел свиным гриппом и даже не заметил. Потому что в большинстве случаев заболевание прошло без осложнений. Дмитрий Седов, Светлана Майорова, Вести.